Проверки профессионалы и дилетанты. Tudors против Level Pro. Игра команды Level Pro всегда привлекает к себе внимание, потому что эта команда лидер, да, и по уровню многих своих соперников она превосходит. Что касается Tudors, то команда, конечно, в этом матче может рассматриваться как аутсайдер, но мы заодно и посмотрим, что они смогут противопоставить более сильному сопернику. Tudors играет в белой форме, Level Pro в темной, да, скажем так. Ну и вот сейчас вы видите, что сразу же дальние вбросы позволяют Level Pro сохранить мяч у себя, да, и активный прессинг не дает Tudors быстро перейти в контратаку. В результате даже вынуждает допустить ошибку, да, вот то, о чем стоит поговорить и то, на чем следует сделать акцент. Потому что, вот, казалось бы, такие мелочи, да, уже в самом начале игры, но они уже показывают, кто в доме хозяин. Как говорится, Level Pro сразу же задавил своего соперника, да, и если Level Pro распорядится удачно своими шансами в атаке, то тут, конечно, шансов у соперника будет немного. Они постоянно давят, да, признак сильной команды, стоп. Всегда, в любой ситуации, рядом с соперником, особенно на свои поле находятся футболисты. Но, правда, вы видите, что несмотря на то, что вот этого Рейджа Олкеста прессингуют, да, но вот здесь вот совершенно один игрок. И то есть защита Level Pro действует хоть и плотно, но тоже есть зоны, да, куда можно перевести мяч для продолжения атаки. Правда, сделать это сложно, потому что это надо моментально, вот сейчас моментально забрасываешь туда, моментально сюда. Когда играешь с такими командами, как Level Pro, это требуется филигранное просто взаимодействие между плеймейкерами и атакующей линией, потому что вот эти возможности, да, они миллисекундные просто, когда можно дать передачу на ход. Если ты не успел, все, ему приходится возвращаться. И это уже превращается в затяжную атаку, из которой, ну, которую превратить во что-то реальное бывает сложно. Лавандези вперед дает, тут же потеря. Тут же потеря, да. Вот. И в принципе, если... Ну, смотри, что творится. Да. Ну, вот здесь может что-то получиться, но уже, видишь, защитник Animal Yards подбегает и нейтрализует любую опасность, да. То есть, Level Pro и в обороне хорошо выглядит, и в нападении тоже так достаточно солидно. Но, правда, пока без ударов. Много передач поперек у Level Pro, но продвижение вперед незначительное. И вот найден обрежь между защитниками, да, и 1-0. Тудас забивает неожиданный гол. Но, в принципе, Тудас вначале как-то были поострее, да, более заряжены на ворота. И в обороне Тудас здесь отпрессинговали, отборолись здорово. И дальше с этой идет пас. Вот. Серж Фокс, отмечаем этого молодого человека, да, потому что вот эту передачу, которую он выдал, это действительно вот тот самый момент, да, миллисекунда. Но он ее дал в касание, это показатель класса, да, вот этой пас рейдж. Я неправильно его, наверное, прочитал. Диджей Квест, вот, рейдж Диджей Квест. И Диджей Квест отдал на Сержа Фокса. Серж Фокс грамотно, в касание. Вот что называется игра в касание. Многие, значит, любят вместо того, чтобы пас касания отдать, начинают там микроконтроль включать, триблинг. Это все не надо. Раз одним пасом вывел своего партнера, который здорово забежал, Алекс Редкос. И, ну, защитники скорости ему проигрывают. Поэтому он уходит, выходит на удар, бьет ближний. Ну, голкипер, в принципе, ну, супер классный вориатаре. Он с таким ударом вполне сможет справиться. Другое дело, другое дело, ну, винить голкипера в этом тоже неправильно. Потому что тут дали ему свободно пробить. И оборона Левел Про в этой ситуации просила. Тудерс впереди, 1-0. Естественно, Левел Про тоже не собираются сдаваться. Они ведут атаку, используя фланги. Лавандези навешивает. Здорово, но вратарь, вратарь выручает сейчас Тудерс. Ну, там была очень хорошая, интересная ситуация. Верни назад. Вот. Во-первых, во-первых, отмечаем пас на Марата Давыдова, да? Который был выдан чуть позже. А вот здесь Дензо Лаваша отдал хорошую передачу на ход, на скорость. И Марат, смотрите, что сделал. Вот, подключение. Лавандези, как он грамотно забежал в этой ситуации, да? Вот показатель класса команды. В другой команде бы все бы побежали в штрафную. Все бы побежали в штрафную, знаешь как, чтобы навес получить. Ну, тут понятное дело, и Марат Давыдов это понимает, что и навесить ему не дадут хорошо. И поэтому Лавандези ускоряется. Вот желтый допускает ошибку, да? Он отбегает почему-то от Лавандези. Хотя это грубейшая ошибка. Он позволил навесить. И здесь только мастерство голкипера спасло команду, да? Потому что навес получился беспрепятственный. И этот просто мимо пробежал. Никак не помешал. Вот. И удар Абелдоса пришелся. Ну, повезло, что в авторе он пришелся. Ну и голкипер Степик грамотно занял позицию. Вот и все. А так, по большому счету, по большому счету, сейчас счет мог быть равным. Право на опасность штрафной получают футболисты Тудорс. У мяча игрок переименается. Может, позовет кого? Брата свата, да? Нет, не позвал. Ну, Ровзегреша-то совершенно примитивный. Хаузер, правда, накосячил, наподтачил на ровном месте. Правда, свою же ошибку он исправил. Как грамотный защитник и должен делать. Ну, Хаузера получилось. И сейчас Левел Про пытаются перейти в нападение. О-о-о-о-ой! Ну, это вот стюпик, да? Мертвый удар потащило. Здесь как покатушку от Марата Давыдова, которая, ну, в жизни бы, это, наверное, сказали, удар не получился. Ну, вот на такой удар попробуй среагируй, потому что он низом. Это FIFA 17, ну, не то чтобы там чит, да, какой-то, но это удар, который очень сложно брать. Видите, да, что он реагирует на него? Ну, вот, как-то неуклюже он завалился. И в результате мяч, который должен легко... Ну, воротарь бот, во всяком случае, с таким ударом справится и поймает его намертво. Ну, а вот живой воротарь, он дергается и в результате получает 1-1. Вот так вот. В принципе, мне нравится, как в этом матче действует Тюдорс. Калибек вырывается в штрафную! Ну, вот зачем же навесом-то? Надо было простреливать там. Если прострелишь, уже есть шанс, что мяч хоть от соперника на ворота залетит. Ну, в принципе, вот и Серж Фокс, и Калибек, они довольно здорово в центре поля взаимодействуют, да, и создается... Ну, не видно, что Level Pro в этом матче, безусловно, доминирует. Игра абсолютно равная, и игра достаточно качественная. Даже по количеству ударов видно, да, что насколько хорошо в обороне работают и те, и другие, да. Это редкость большая сегодня, когда команды в обороне отрабатывают от и до. Потому что, когда видишь там, что команды нанесли там поворотом по 20 ударов за тайм, это уже сразу понятно, что игра некачественная, защитники не умеют действовать в обороне. Но в этой игре, в этой игре, ну да, видно, что Тюдорс решили сыграть первым номером, чем удивили Level Pro. Вот, у них больше владения мячом. Точность пасов, правда, соизмеримая, но, ну, все-таки класс Level Pro чуть повыше, поэтому даже играя на контратаках, у них процент передач такой же, да. Но все-таки у Тюдорс очень хорошее взаимодействие центра поля, за счет чего они за центра поля не проигрывают. И состояние даже более именитого соперника, да, напрячь серьезно. Может быть, с точки зрения, там, зрелищности, да, какой-то эффектности, это не самый лучший матч. Да, но вот смотри, игра в обороне. Дензел Лараша подкрадывается сзади, здорово играет. Атака тоже, как развивается быстро. Но вот здесь защитник, обрати внимание, асик-масик, да, как он грамотно подкрался, и несмотря на то, что казалось бы, что уже соперник выбегает один на один, он сумел этот мяч отобрать, да, и выбил его. То есть, это игра защиты такой, какая она должна быть. Поэтому вот по этой игре вы можете даже ее посмотреть, да, и запомнить, как хорошие команды играют в защите. При том, что играют не против слабых, да, а оба коллектива достаточно неплохо в атаке взаимодействуют. Но, тем не менее, защита пока в этом матче нападение переигрывает. Скорее, ну, вот одна ошибка была у Левел-Про в обороне, грубая, за нее наказали, да. Ну, а оттуда, там, конечно, вратарский гол был в исполнении Давыдова, да. Вот. Это был вратарский гол. Там защита не сказать, что зернула. Ну, вот, видишь, в момент приема мяча атаки происходит постоянно, и здесь, ну, вот Марат Давыдов финтит, но эти финты, они до добра не доводят. Серж Фокс здорово борется в центре, Калибек выдает, ну, не надо было на ход давать, наверное, надо было в ноги. И, видишь, перехваты постоянные. Не потому, что команды плохо владеют мячом, а потому, что защитники грамотно работают. Другое дело, что в таком режиме продержаться 90 минут очень сложно. Поэтому я думаю, что ближе к концу матча могут последовать уже ошибки в этой обороне, причем как со стороны одних, так и со стороны других. Рэйдж Диджей Квест, ну, что там. Видишь, да, передержка мяча сразу же потеря. Тут, в принципе, они умудряются еще и быстрые атаки разгонять, вот что удивительно. Ну, и, конечно, Марат Давыдов сейчас чуть не упал, но он упал, но мяч сохранил, и удар Степик вытаскивает. Степик уже, знаешь, как вот с ударами с близней дистанции, когда он их ждет, он их как орешки щелкает. А вот, возможно, на месте Level Pro я бы издали попытался пару раз ударить, потому что там удары неожиданные, плюс рикошеты. Для живого вратаря дальние удары, они порой гораздо опаснее. И сейчас вот с углового тоже лидеры чемпионата могли забить. В результате получают котор-атаку серьезную. И здесь, ну, вот здесь защитники. Опять-таки, защитники не позволяют, не позволяют этой атаке развернуться, как она могла бы. Это сделать, да? То есть мы отмечаем индивидуально сильную и командно согласованную игру в обороне со стороны обеих команд. Потому что, ну, грубых провалов их практически нет. Их практически нет. Ну, бывают минимальные там какие-то проседания в обороне, но в целом, в целом, видите, защитники там, где они должны располагаться. Играет так, как они должны играть. И вот сейчас, вот сейчас что-то может получиться. Хороший дальний пас. И, ну, вот видишь, вот. Дензел Раша. Отмечаем. Какой выбор позиций? Какой выбор позиций? То есть в этой, вот в этой ситуации, да, ну, в принципе, Кирюха Про мог бы, конечно, на индивидуальном, на индивидуальном мастерстве попробовать сыграть. Ну, он начал искать Калибека. Непонятно зачем. Потому что Калибек, ну, видно, что он проигрывает Дензелу в скорости. Если уж что-то делать, то, возможно, перевод куда-то в эту зону, где сразу два игрока туда снабегали. Я бы это еще понял. Ну, зачем он... Ну, либо пробить. Вратать-то живой. Вратать-то живой. Тут неожиданный удар. Это гораздо лучше, чем какой-то пас непонятный, да. Ну, и Дензел Раша с этой ситуацией справляется. Еще раз, выбор позиций при перехвате шикарный. И из-за этого много атак до цели не доходит, да. Даже до штрафной не доходит. Серж Фокс здорово играет с Калибеком. Ну, сейчас Тудас немножко даже перенесли игру к зоне атаки своей, да. Ну, правда, до таких ударов прямо дело они не доводят. Но, тем не менее, мяч, когда на чужой поле поле, по крайней мере, свои ворота в безопасности. Тем более, что с Левел Про, которые лидируют, да, и которые, ну, скажем так, ничья с которыми за радость. Вот. Другое дело, что счет 1-1, это еще не ничья, потому что тут времени до конца хватит. Тем более, Левел Про, но вот верхом-то затем было. Может быть, низом бы прошел пас. Но, в любом случае, опаснейший штрафной. И сейчас у Левел Про будет шанс либо разыграть его как-то, хотя можно ее ударить. Голкипер-то живой. Это опять-таки, опять-таки, может быть, рикошет от стенки, да, какой-то, и он сыграет за атакующих. Дикинио. Ну, тут Анимал Яс долго думал, прежде чем навесить. Думал, думал, и в суд попал. Вернее, под подкат. Ну, долго ищет варианты. В итоге, в шахную забрасывает. Удар, и снова Степик. Ну, Степик уже 3 мертвых удара головой потащил. Вот. В принципе, сейчас Левел Про снова мог забивать, но, опять же, да, Левел Про делает одно и то же. Навешивает, бьет головой. Степик к этому готов. Степик не готов к неожиданным ударам. Упор он все отбивает, да. Здесь только с добивания ему уже забивают, да. Но, возможно, следовало Левел Про как-то издали попробовать пробить. Ну, тут, если разбирать этот эпизод, скидка от Хаузера в центр. Ну, гол должен был быть уже здесь. Но Степик потащил удар об Белдоса. Затем Дикини. Ну, тут, видишь, в принципе, ну, как-то и обвинить оборону тоже сложно, потому что это стандартное положение. Здесь, ну, проигран вверх, да, проигран вверх. И непонятно, вот ошибка. Видишь, темно-коричневый прибежал сюда. Он уже здесь не поможет, понимаешь? Если выбежал, если выбежал крайний защитник, оранжевый, да, и он проиграл этот вверх, все, закрывай, закрывай зону скидки. Потому что, опять же, бежать вдвоем на этот мяч, это было величайшей глупостью. Почему? Потому что с этого расстояния, да, ну, Степик ударил голову и более мертвый тащил, да. Это, во-первых. Во-вторых, здесь, даже если Хаузер пробьет, шанс того, что он забьет, ну, Степик-то автоматически руки поднимет, если удар пойдет. Тут острый угол, и ничего не сделаешь. Тут скидку можно сделать. И вот как раз-таки скидка и прошла. Один защитник проиграл позицию. Здесь Дикиньо тоже никто не держит. Вот. И в результате, ну, вот, все-таки индивидуального мастерства у Левел Про оказалось больше. И они это мастерство воплотили в гол. То есть, защита, ну, неграмотно сыграла на этом стандарте. Не всех разобрали. Это, во-первых. Во-вторых, во-вторых, должен сказать, что, ну, Стюпик очень много выручал. Ему требуется помощь обороны. Оборона его бросила на растерзание. Кирюха Про. А вот можно было бы снова пробить Кирюхи. А он не стал этого делать. Вообще, если у соперника живой голкипер, да, какого бы он класса ни был, я рекомендую убить. Потому что, если, ну, если есть удар, конечно. Если удара нет, но если у тебя удара нет, и ты играешь в нападении, да, то ты очень плохой. Игрок. Да, если ты вообще играешь в зоне атаки, тебе удар нужен в любом случае. Ну, вот. Брак уже пошел, уже стали торопиться игроки Тудорс. Конечно, это удар под дых, когда ты, вроде бы, и вел, да. Вот сейчас можно сравнять. Ну, долго DJ Quest начал там, понимаешь, финтули вырезать. И сейчас, конечно, голкипер уже Левел Про показал свой класс. Вот смотри, Магнус Кан начал спину ставить, непонятно зачем. Калибек бил, краб своими клешнями вытащил Левел Про и спас три очка. Но в целом, Тудорс показали очень достойный футбол. Игра была равной. Ну вот, видишь, в конце там ошибка Магнус Кана едва не стоила, едва не стоила трех очков. Ну, я думаю, что он проставится перед своим вратарем. Ну, Левел Про во втором тайме прибавили. Пусть и владение мячом незначительно у них увеличилось, да, но зато у них точно способ у соперника просела, то есть, стали лучше прессинговать во втором тайме. Это первое. И второе, второе, у них больше ударов стало гораздо. То есть, они стали агрессивнее атаковать. Ну, такой вот итог этого матча. И вы видите, что, в принципе, очень хорошо играла и команда Тудорс. Тут даже если индивидуально сотреть, да, но индивидуально нам не покажут, ладно, даже если индивидуально сотреть по показателям, да, которые игроки продемонстрировали по оценкам, видно, что и те, и те сыграли достойно. И те, и те сыграли достойно. Но, в целом, должен сказать, да, что такие матчи мне нравятся гораздо больше, чем там, когда 5 голов забивается, да, за игру, когда 6, там уже просто по 20 ударов и те, и те наносят. Это показывает, что играют непрофессионалы. А вот здесь вот действительно команда Левел Про профессиональный уровень, понимаешь, и вот этот профессионализм, он был виден и со стороны Левел Про, и со стороны Тутерс, которые с ними на одном уровне выступили. Всех благодарю за просмотр, если вам понравилось, не забывайте поддерживать видео пальцами вверх, не забывайте подписываться и на канал, и на группу ЛФРМ, вот, так что смотрите на сборке, ждите новых матчей, всем большое спасибо, удачи и до свидания.